привет друзья это шоколад горький вы же знаете что я шутник вы знаете что я иногда такие вообще юмористические вещи могу рассказать и тут же такое что-нибудь серьезное или новый прием какой-то дать ну у меня же по возрасту тоже иногда зашкаливает немножко забываю что-то вот все наблюдает в моих картинах которые называются глазами вселенной смотрят на нас чем мы там делаем а я сейчас вам хочу поделиться поделиться вот чем ну во первых насчет забывания вот например такая простая вещь и анекдот вспомнил как пришел человека ну не буду называть раньше раньше так называли но сейчас скажешь вот так вот и скажет националистам вещь и что же вообще так настроена вообще против друг друга короче приходят в лыжах с лыжами на ногах но и садится потом говорит слушай что-то я хотел сделать а ну да вспомнил чай хотел попить пошел чай попил значит возвращается что-то я хотел сделать вот домой пришел что-то хотел сделать никак не могу вспомнить а поесть хотел ну хорошо пошел поел а потом опять пришел сел на кровати думать это я хотел сделать никак а лыжи хотел снять ну вот видите хохмат и хохмат а вот вчера погода менялась я это сразу почувствовал и вам говорю мы все реагируем на погоду на резкие смены у меня вчера ночью ну такие были вот стянуты мышцы такие судороги у меня же шеи там перелезано там у меня металл стоит титан после падения но кто не знает на голове делал полный тело не в это дело в том что я индикатор потому что нормальный здоровый человек он не реагирует ни на какие смены погод на атмосферное давление на геомагнитную обстановку на дождь ветер на температуру они на что не реагируют даже перейду от часовых поясов здоровый человек здоровая нервная система способны быстро адаптироваться всевозможным изменениям внешних обстоятельств и к внутренним состояниям легко адаптироваться вот у кого нарушена адаптация все воспринимается по-новому и у меня вчера но такие так прямо ну хорошо слава богу я себе иголки поставил немножко отпустила я еще лучше себе размял я же из метода ключ беру уши когда у меня какая тревожность появляется там или еще чуть это все полезные полезные советы для тех у которых тревоги страхи беспокойство с памятью что-то назначить это кровоснабжение мозга надо наладить поэтому еще раз повторюсь берешь кладешь руку вот так как на стол это свободное и общупываю себя общупываю себя там где вот найдешь больную . массирую и массирую или здесь массируешь чтобы рука не уставала подпорку такую другую потом вот эту точку хэгун массируешь массируешь но поскольку ты же не можешь себе иголки поставить и делаешь точечный самомассаж шиацию называется но потом раз и через некоторое время проходит потом еще что у меня было изобретение там меня спрашивали как давление регулировать вот давление подскочила чего делать во первых уши размассировать во вторых носик размассировать да потом шею размассировать да опять же сделать вот это это очень важно потому что эта рецептура выработана мной годами показания помощи в остальных ситуациях потом пальчики если вас так прихватило берешь ногтем и все пальчики вот так вот вот так вот ногтем до боли потом пальчики вот так ногтем или сжимаешь вот там много чувствуешь ты его обжимаешь короче говоря надо создать вот этой доминанте которая у вас возникла в момент страха и напряжение судороги дискомфорта доминанта там формируется она все вытесняет и кроме этого вы ничего не чувствуете вам плохо и вам больно и неприятно вы берете вторую доминанту создаете конкуренту для этой вот эта боль она создает вторую доминанту и тогда поскольку все подчинено закон сохранения энергии мозг начинает распределять энергию уже не на ту только доминанту она там мощная больно страдания душевная боль там еще что-то а уже на две доминанты это обесточивается поэтому поэтому вы оттуда выходите вот если контраст контраст называется это было сильное напряжение а потом раз быстро снялась вот скорость падения напряжения это очень интересная вещь контраст вот я это и хочу сказать чтобы вы хорошо разбирались в разных вещах вот этот контраст например возникает в момент когда ты преодолеваешь беги усилием воли собираешь в комок мысли свои чувства соединяешь его за счет этого согласования психических физиологических процессов происходит сброс напряжения и ты входишь в этот автоматизм и ты бежишь уже легко это называется у бегунов включение второго дыхания так легко бежишь так легко ноги уже на автомате несут то же самое бывает в плавании если ты в ритм войдешь ты так плывешь и можешь переплыть всю всю жизнь ну там возникает вот это состояние вот этого контрастного перехода от сильного напряжения к расслаблению вот скорость перехода определяет как раз таки волну включения эндорфинов эндорфины это ну это вообще потрясающе вообще все лечения построены на том что внутренняя аптека включается вся психотерапия вся психология на то что когда ты снижаешь резкое напряжение выходишь на состояние релаксации от этого и зависит понимаете вы были напряжение или вы были в обычном состоянии если вы были в обычном состоянии ты расслабляешься особо никакого изменения не чувствуешь ну как было нормально так и есть сравнить не с ним а вот как только контраст контраст но на этом построена например beta джекобсона напряжение расслабление напряжение ослабления напряжением ослаблению да это как сестола диастола сердца сестола диастола ж разжатие жертв işieriря это на этом все ритмы гей вселенной scoring а это же собственно говоря и вузы там есть вот эти каданс и на там счету есть это Если ты в беге входишь в ритм, у тебя сразу наступает состояние освобождения от напряжения, и ноги бегут на автомате. Если ты в ритм вошел, не вошел, напряжение повышается до предельного уровня, и тогда ты преодолеваешь, и тогда на контрасте, как я сказал, возникает необычайная легкость. Ну, второе дыхание, это просто подключается сопровождение. На самом деле эта легкость может возникнуть и не только, когда ты перебегаешь в эту точку напряжения. Это может возникнуть и во время, когда ты лежишь в болице, например. Но ты был в таком напряжении, в таком напряжении, в таком напряжении, даже может быть случается такое, типа клинической смерти, сердце остановилось. Вот это дикое напряжение, и потом резкое расслабление по какой-то причине, и ты там летаешь, и ты там летаешь. Знаете, вот книжка была в моде, по-моему, «Если жизнь после жизни или после смерти». Вот там многие люди, которые клиническую смерть испытывали, они говорят, мы видели там коридор, свет, и мы в этом летаем, летаем в такой безмятежности, в такой глубинной отстраненности, от всяких эмоций, в такой бесконечной любви. Да, да. И поскольку это было опрошено там сотни людей, которые не знали друг друга, но говорили об одном и том же, он и написал, что это говорит о том, что есть жизнь после смерти. Ну, многие люди, которые не знают психофизиологию, они не знали о том, что это наступает и без клинической смерти. Ну, вот я вам пример привел, что пик напряжения преодолел контраст. Ну, поскольку у нас мышление не совсем, так сказать, мы способны знать разные предметы и проводить эти аналогии, ну, кому-то может показаться, что за дурью несет этот доктор Алиев. Ну, например, ну, как можно сравнить человека в палате, там, врачи, там, в белых халатах. Ты умираешь, ты умираешь, и тебе так плохо, и вдруг в какой-то момент, оказывается, у тебя там какая-то остановка сердца или еще чего-то. И ты вдруг чувствуешь, что ты взлетел невесомый и смотришь себя со стороны. Видишь все стороны, как они перед тобой суетятся там и что-то хотят сказать. И ты там видишь этот свет в конце туннеля, и тебе не хочется оттуда выходить. Это такое удивительное состояние. И вот человек смотрит и говорит, да что за дурью несет. Причем тут легкий бег или бег через предел напряжения. Потому что ему логически трудно связать то, что он испытывал, например. И тут ему логически рассказывают какую-то другую ситуацию. Да елки-палки, и он хочет тебя спросить, да ты хоть когда-нибудь сам чувствовал это, что ты там болтаешь. Да чувствовал я, чувствовал. Я чувствовал это на пике такого напряжения, когда у меня был такой сигнал. Когда мне тоже открывалось. Я даже там написал стихотворение. Меня пронзила бесконечность, разумность жизни, беспредельность. Ну там я не помню точно стихи. Можно посмотреть, там вещь на нас сопровождаемая и непроявляемая. И в этот момент вдруг проявилась. Нарушая свою этику, ну чтобы я уцелел. Не должна была проявляться. Чтобы я уцелел. Вот этот разум бесконечный. Чтобы я уцелел. Меня прижало к полу так, что не мог я даже трепыхать. Да. Я рассказывал как-то. Там если ютуб мою смотреть, там много чего интересного. Это личный опыт был, когда я в этом пике напряжения посмотрел вниз там с 14 этажа. И там немножко снега белого в этой ночи. И вдруг подумал со страхом, вдруг меня туда потянет. И я себе в этот момент на пике этого напряжения, мысли на себе сказал назад. И меня так раз это опрокинуло. То есть по сути дела на пике напряжения можно дать себе позитивную установку. Можно дать негативную установку. А может быть раскрывается другое инсайтом. Инсайтом раскрывается вот такая встреча. Необычайная встреча. Как с Богом. Да, но потом человек слушает и говорит. Да что ты ерунду порешь? Что ты вообще слова такие произносишь? Причем тут 14 этаж. Лыжи какие-то ты рассказывал. Потом ты еще расскажи. Могу рассказать? Вот я могу так для шутки сказать, например. Сколько раз я наливаю себе чаю? За вечер. Не поверите. И сколько я чаю пью? Ну просто не поверите, я шучу. На самом деле, он у меня все время остается холодным. Да, он у меня все время остается холодным. Потому что я про него забываю. Как про те лыжи. Забываю просто. И поэтому я наливаю 20 раз. Но это не значит, что я 20 раз его пью. Я за весь вечер, может быть, два раза выпил чаю. И то холодно. Ну конечно. Ну вот такая вот, как говорится, эксклюзивная шутка. Да. В чем тут эксклюзив? Эсклюзив же в чем? Как сложно и как просто устроен наш мозг. И вот мой друг Саша Агулов. Вы его тоже можете посмотреть. Там у него много-много опыта, который он променял для висеральной практики. Он мастер висеральной практики. Автор этого направления. Ну вот он просто брал, делал, что он просто зажимался он на артерии. Некоторое время человек дышал, дышал. Но вы это не повторяете. Вы же не огулы. Вы же не знаете, с какой дозировкой это делать. Я говорю вам сразу о технике безопасности. Ни в коем случае с этими не шутите. Это не та шутка. Он просто держал вот так. Это чтобы вы понимали. Там наступал элемент гипоксии. И в какой-то момент человек отключается. И он там блаженствует. Да, у него то же самое наступает, как в клинической смерти. Перестало поступать. У меня был турок один в гостях. Он был издатель турецкого издания. Приехал как-то в гости. Мы сидели с ним у меня в центре на Таганке. И он мне говорил о том, что он испытывал в клинической смерти состояние необычайное. Он там встречался со своими родственниками, которые давно умерли. Он там летал. Он был такой бестелесный. Он был такой... Ну, когда он вышел из тела, как бы, да? И он там с ними встречался. И как-то так они вроде бы ему не отвечали. И только головой вот так кивали. И он после этого мне все это рассказывает. Я сижу его слушаю. Я-то понимаю, почему это происходит все. А он же это испытывал. Понимаете? Одно дело, ты логически как бы понимаешь. Другое дело, ты это испытываешь. Ну, я не мог ему объяснить механизм. Не нашел тогда примеров. Да, но зато, когда мы выходили, он же по-турецки там через переводчик со мной разговаривал. А я ему... А дочь как раз пошел, и я ему говорю, я в Ургебе. А он говорит, ты вы что, термо-турецкий знаете? Я говорю, нет. Я просто когда маленький был, у меня бабушка кумочка по маме, а папа варец. И она нас детей кумокскому научила. Это тюркский. Тюркская группа. А он же турок. Тюркский. И он, когда мне рассказывал про это событие, о клинической смерти, я бессознательным образом, инстинктивно у меня оживлялся, когда мы через переводчика, он же по-турецки говорит, а переводчик по-русски. А у меня оживлялся кумокский язык, памяти, вот мы говорим о памяти. И мы вышли, дождик собирался, я говорю, янгур. Янгур – это дождь. И он так поразился. Он говорит, вы что, турецкий язык знаете? А он целый к полтора часа мне через переводчик. Ну, посмотрите, как он такой. Но я ему объяснил, что нет, я, конечно, турецкого не знаю. Я бы ему сразу сказал. Ну, дело тут вообще-то не в этом. Я говорю о разных ситуациях. Насколько опыт переживания человека может быть достигнут пониманием другого человека. Ну, не найти слова, понимаете? Вот это очень сложно. Но потом я нашел, например, для транса выход из тела, как объяснить. Ну, супруга моего очень уважаемого писателя, она стояла и делала просто шалтай-болтай. Упражнение для снятия напряжения. Как дети делают. Ну, кто не знает, кто первый раз, мама так ребенка качает, ритм подбирает. И когда я ей сказал, Таня, ты думай, о чем думается, переживай, о чем переживается, не борись с собой, а просто болтайся, получилось, что у нее автоматически происходит синхронизация. Потому что ключи все приемы синхронизирующие упражнения. То есть там надо, когда ты разгружаешься, надо думать о том, о чем думается. Негативные мысли текут, пускай негативные, позитивные, пускай позитивные. Хочется улыбаться, пожалуйста, улыбайся. Хочется дремать, пожалуйста. Ну, вот она механически делает, 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 и получается, что оказывается на руках у мамы. Потому что там происходит синхронизация. Когда она вспоминает, тут текут мысли негативные, частота движения у нее тоже меняется автоматически. Поэтому я говорю, думай не о том, как делать шалтай-болтай, а думай, о чем тебе думается. Переживай, хочется плакать, плачет. Хочется смеяться, смейся. И вдруг в какой-то момент она вышла на этот автоматизм, через этот механизм. И мне говорит, я вижу себя со стороны. Я вижу, как я вот так вот делаю. А я как будто бы вот в сторонке. Видите, да, как я вам говорил. Ну, у нее же клинической смерти не было. Просто у нее наступило то же самое состояние. Как я и говорил, то, что может быть при преодолении сильного напряжения, при вхождении в ритм бега я говорил. И вот сейчас ассоциация. Она вошла в ритм не бега, она вошла в ритм упражнения. Шалтай-болтай. При этом переживала о своем. Как ребеночек переживает о своем, когда мама его качает. Она ему подбирает ритм. А здесь, когда человек сам переживает о своем, делает это на автомате, не задумываясь, она входит в это же самое состояние. И она увидела себя со стороны. И, как мне рассказывал этот человек, этот турок, который говорил о том, что я вдруг увидел себя со стороны. Да, кстати, там можно увидеть себя вот с той точки. Ты там находишься, а вот твое тело там. А потом в какой-то момент жизнь опять тебе заработала. И ты оттуда резко раз оказался у себя в теле. Но при этом не хотел туда входить. Потому что там было так хорошо. Так хорошо. Вот в этот момент так хорошо. Он многим очень наваливает на то, что сказать, люди, не бойтесь смерти. Потому что там ваши родственники. И там вы встретитесь. Оттуда никто не возвращался. И поэтому такого опыта я не знаю. Я ни с кем не спорю. Просто я вам рассказываю свои соображения. Может быть, я и не прав. Потому что, видите, я и про лыжи не мог сразу вам правильно сказать. Ну, короче говоря, юморист я такой. Ну, тот, кто живет с этой надеждой, живите с этой надеждой. Живите. Просто когда мне задают такие вопросы, а что ты, как психофизиолог, как человек, занимаешься наукой, думаешь про книгу Моуди, жизнь после смерти. Вот я и говорю. А что я могу сделать? Ну, кто во что верит, пожалуйста, верьте, пожалуйста. Я туда не проникаю и вовсе не собираюсь никогда. Потому что переубедитель убедить кого-то и не нужно. Надо, чтобы человек сам дошел до этого. И когда, как говорится, человек доходит до понимания вещей, ну, есть такая в Индии пословица, когда ученик готов познать истину, и муравей учил учить. Когда ученик готов, и муравей учителя может быть. То есть я так, как был учителем это яблоко Ньютона упало из дерева, Ньютон был готов понимать вещь, и это яблоко послужило ему для озарения. То же самое, как для Архимедова Ванни, когда он закричал, «Эйврика». Ну, Ванни лежал и вдруг понял, как закон гравитационный писал. «Эйврика» сказал, да. Ну, то у каждого может быть какой-то случай, который подвигнет его понять, в том числе и о том, о чем я говорю. Вообще-то, некоторые люди, которые любознательные, а великими становятся только почемучки, они доходят до понимания этих вещей. Но скажу, чем отличаются женщины от мужчин. Женщинам нужно утешение. Мужчины, они ищут логические связи, вот даже чудо покажи человеку, он на некоторое время шокируется, и потом понимает, что чудес на свете не бывает, что это просто у нас недостаточно объема знаний в этом предмете, что мы просто не можем логически увидеть причины и следствия, что наш разум, здравый смысл, в него не укладывается вот это явление, которое мы видим. Ну, и он думает, например, если это его потрясает, он думает, что это чудо. А если он начнет разбираться, он механизм поймет. Я это вам хочу сказать, почему. Вот я не лишаю вас надежды. Я не говорю вам о том, что есть после жизни другая жизнь или нет. Я не об этом говорю. Я говорю о главном. Что столько людей у этого молоди, которые читали эту книгу и не знали друг друга, да, в принципе, испытывали подобные явления, и молоди сделал из этого вывод, что значит, это есть жизнь после смерти. А я как специалист делаю вывод, еще более серьезный, еще более дающий надежду, что все мы устроены по природе одинаково. И в этом наша надежда. И поэтому, и поэтому, в результате мы договоримся. Мы договоримся. Мы договоримся. Вот сейчас кризисы на планете войны. Мы договоримся. И в этом наша надежда. До встречи, друзья. Продолжение следует...